Всем привет! С вами Андрей Каспер. В этот раз мы отправляемся в горы Кабардино-Балкарии. Нам предстоит проехать один из самых сложных высокогорных перевалов Северного Кавказа. Перевал Чигеджара. Там нет асфальта. Дорога состоит из грунта и камней. А местами исчезает вообще. Это старая заброшенная дорога из Чирекского в Холамо-Безенгийское ущелье. Максимально высотная отметка перевала составляет 3124 метра. В сырое время года дорогу пересекают мочеки. По сути, высокогорные болота. И самое главное, на протяжении всего пути, со всех сторон, нас будут окружать прекрасные горные вершины. Так что красоты в этой поездке будет предостаточно. Первая остановка на нашем пути – это Голубые озера. Нижнее Голубое озеро, которое вы видите, имеет довольно скромные размеры по площади, зато его глубина составляет около 258 метров. Здесь открыт дайвинг-центр. И, как уверяют дайверы, подводные скалы по красоте не уступают надводным. Но дайвинг – это не наш профиль. И мы отправляемся дальше в горы. И попадаем в Чирекскую теснину. Когда-то колесная дорога шла прямо по краю пропасти. Но потом пробили этот тоннель. И когда выныриваешь из него, глазам открываются просто умопомрачительные виды. Огромные скалы вздымаются вверх больше, чем на 500 метров. А внизу, рядом с полотном дороги, начинается пропасть глубиной более 200 метров. Подну которой течет горная река – Чирек-Балкарский. Общий перепад высот составляет около 700 метров. А сама дорога вьется между отвесными скалами и пропастью. И вообще все это выглядит безумно красиво. Такие шикарные горы, Чирекской теснины – просто бомба. Очень жалко, что дымка такая на них висит. Но, тем не менее. От увиденного просто захватывает дух. Чирекской теснины – просто бомба. Субтитры создавал DimaTorzok Кельчин твой рай Кельчин твой рай Кельчин твой рай И наконец скалы расступаются И мы въезжаем в высокогорную долину Перед нами лежит скальный массив Лекаран А наш путь ведет в селение Верхняя Балкария Там готовят очень вкусное национальное блюдо Хачаны И мы очень хотим их попробовать И среди таких гор Настоящий футуристический пейзаж Экскаватор и корова Вот так вот все интересно выглядит А здесь в горах Раскинулись капустные поля Вот это все засажено капустой Прикольно Почему-то она растет именно здесь И отсюда прям грузовичками ее возят В общем как вы поняли Въехали в село Верхняя Балкария Хачаны берем здесь Гостиный двор караван Расположен среди вот таких шикарных скал Ну тут везде скалы шикарные Что тут греха таить Обалденное место Здесь развалены Древних поселений Боевые башни Офигенно Еще даже круче чем я думал Это древние руины Заброшенного села Куню Что в переводе с Балкарского Означает солнечный склон И действительно Село было расположено На левом солнечном склоне ущелья В верховьях реки Черек Балкарский В центре села возвышается башня Абаевых Первоначально была возведена Как родовая Еще до возникновения этого села И кстати Отсюда открывается отличный вид На гору Саук-Аус-Кая Точнее это скальный массив Состоящий из нескольких вершин С максимальной высотой 3497 метров А вот они и наши ребята засели Ну как, вкусные пироги, да? Конечно Рискаем и мы попробовать Все, что осталось от наших пирогов Ну мы их попробуем Ну что вам скажу Это офигенно вкусно Рекомендую Бомба Но основательно подкрепившись Мы отправляемся на сам беревал В сторону поселка Безингий Есть мнение, что это самая сложная Высокогорная автомобильная дорога На Северном Кавказе Максимальная высотная отметка перевала Составляет 3124 метра Поэтому большую часть года Он укрыт снегом И пройти его можно только с июня по октябрь Да и то Лишь на полноприводном автомобиле Хорошо так ехать с личным водителем Не пьющий Не пьющий Не курящий Просто вот любит поводить автомобиль Желательно Дастер Хоть он свой и продал Но вот поводить Дастер любит Желание осталось Шути Правда он теперь и не ловод Ну вот подержаться вот за руль Это прям вот прям Все это профессия Ее никуда не дей Ну я чисто в виде оператора Пассажир Не не пассажир А оператор Пассажир оператор Да Так и запишем Субтитры добавил DimaTorzok Поднялись уже на некоторое расстояние от Верхней Балкарии И здесь растут высокогорные яблоки Вот такой особый сорт Яблоко высокогорное Мелкое, но мне кажется вкусное Золотая осень Шикарные цвета Здесь еще пока есть деревья Скоро мы поднимемся выше их уровня Будут голые скалы Там вон наши отставанцы Нашли красивое место для позирования На фоне вот такой скалы Ну еще бы некрасиво А мы здесь Пока травим колеса На 1,2-1,5 где-то вот так И у нас скалы еще круче Ну или сопоставимы А я решил подняться на гору Здесь вырисовываются Шикарные силуэты Конечно все в туманной дымке Но смотрится прекрасно Зрелищно и очень круто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, в своем Duster пассажирам еду Дожили, дожили Страшное дело А иначе как снимать? Иначе вообще не вариант Уже поднялись на высоту 2000 метров Над уровнем моря И едем дальше Дорога камениста Но Duster справляется Резинку стравили В принципе нормально По камням скачет Удивительные розовые скалы по пути Интересно, что это за пороги? Кто знает, отпишитесь в комментариях Дорога довольно-таки преодолимая пока Едем нормально Выезжаем на солнце Дорога, по которой мы едем Когда-то была просто тропой Для перегонки скота Из Верхнебалкарии в Безенги Но в середине 20 века Вблизи горы Чигиджара Открыли и начали усуществлять Разработку полиметаллических руд Поэтому туда пробили дорогу Как со стороны Черекского Так и со стороны Хулама-Безенгийского ущелья Вот только рудник давно не функционирует Дорога ветшает Поэтому лучшее время для того, чтобы проехать И к тому же что-то увидеть Это конец осени В это время в горах минимальное количество осадков Вершины не закрыты тучами Да и почва подсыхает Исчезает мочак, который в начале лета пройти очень сложно И хотя в горах сегодня довольно сильная дымка Но это гораздо лучше Чем тучи или туман, которые закрывают их полностью Что случилось, Виталик? А? Бензин потек А, бензин потек А у нас есть черный терьер по кличке Гоша Гоша, Гоша, Гоша Ах ты, заяц А это классный Крупный, молодой Больше года ему уже или нет? Нет, еще года нет А, нету Еще мы растем Еще даже лапу пару раз только забрал Все впереди Да Но машину нюхает прям придирчиво Машину он любит Изучает Сейчас самое главное колеса помыть еще Собака, знаешь, как колеса моет? Знаю Да, да, да Я же думал сейчас понюхать колесо и помоет Но Как-то никак Не решится еще Кстати, все это время Мы едем мимо небольшой горной реки Чайнашка Начинаются такие крутые подъемы С камнями Камушки крупненькие уже попадаются Не знаю, дастер вроде пока не тяжело Но уже нагрузочка чувствуется Джипику, конечно, полегче И колеса побольше Продолжаем наш подъем в горы Серпантины уводят все выше и выше Подъем на перевал, как я уже и говорил Начинается от селения Верхняя Балкария Селение расположено на высоте 1120 метров над уровнем моря В то время как перевал Чигиджара находится на высоте 3124 метра над уровнем моря Иными словами, перепад высот составит целых 2 километра Что очень-очень много Камни не прекращаются Я бы даже сказал, увеличились Возможно, повторюсь, но с погодой нам сегодня очень повезло В плохую погоду во время дождя или после того, как сойдет снег Перевал может стать непроходимым даже для навороченных внедорожников Такие случаи нередки, когда команды на подготовленных внедорожниках Поднимались к перевалу и не могли его пройти Предпринимали тщетные попытки, после которых они разворачивались назад Уже находимся на отметке 2350 метров В погоде за солнцем Останавливаемся на красивый обзор на площадке И хотя солнце все ниже и ниже клонится к горизонту И надо бы поспешить, чтобы пройти перевал засветла Но ведь мы едем не на скорость А как раз для того, чтобы насладиться красотой гор в полном объеме А на противоположной стороне, у подножия гор Ходит стадо яков Очень такое приличное поголовье Больше сотни Ой, ла, ой Мы все время поднимаемся вверх Высота над уровнем моря неуклонно растет Уже давно перевалились за 2500 метров Перед нами постепенно вырастают новые вершины Они уже укрыты снегом и не мудрено Это ведь знаменитые пятитысячники Безингийской стены Ух ты Олежка рискует что-то По камням прям едет Хорошо хватило высоты порога Все машины снимать не успеваю, конечно Так как солнце заходит Мы отстаем от графика Ох ты Цепляем Защита, зацепили камень Однако Надо уже пружины менять Видите, как просевший зад Вообще жесть В общем В ближайшее время я хочу поменять пружины О, Эдик как газанул Машинка позволяет Нессан Тирана первого поколения Шевик, он конечно осторожничает Так как он от Дастера не особо далеко ушел Ни в плане клиренса Ни в плане особой подготовки Красота Лепота А вот здесь начинается очень крутой подъем Если направить камеру вперед То передать его не удастся Но я пожалуй направлю ее вбок Никто меня не снимал? Нормально ты залетел вообще Так, первый этап взлетели Не знаю, что тут снимало на экшн-камеру Подъем продолжается Летим дальше Ответственная часть подъема Проходит Олежка Баран тут гацует Нормально Вытягиваем Да, раздатки у нас стороне Да он прет Еще против солнца едем Ничего не видно Вообще Короче, идем по приборам Да Чистая навигация какая-то Туда Я пытаюсь подправить Но ни штурман, ни пилот толком не видит Что мы тут едем Где объезжаем Даже непонятно Но едем Едут-едут наши Подъем тяжелый Но все поднимаются Мы на Дастри залетели Остальные ребята тоже Ползут-ползут потихонечку Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня собралось 9 машин Погода шикарная Виды Замечательные Первая поломка на перевале До перевала точнее Еще не доехали Что-то случилось в Гранчероке А тут уже тени какие длинные Так что разобрался Что случилось Какой шланг? На коробке А, с коробки? А, с коробки? Шланг порвало? Да Надо подрезать Ну антифриз, короче, да? Нет, нет, нет АТФ коробка А, у тебя же автомат, да? Да А, все, понял Пассатижи у кого-нибудь есть? Сейчас, да Ух ты, блин У нас джип под вопросом Сейчас сделаем Нет, ну сделай ты сделай же Шланг поменяешь Главное, чтобы жидкости хватило Я тут в том-то и дело Еще по нету-то Нам навстречу попался Тирана Сейчас узнаем у него подробности маршрута Свет, оттуда поднимался, да? Да, туда И нормально потеть, а по серпантину вошел? Без проблем, заехал, да? Мы все проедем Нормально Автомат или? Автомат А, ага Вы же сегодня собираетесь? Конечно, конечно Все Хорошей дороги Может быть дождь Врали Все, шланг поменяли Или подрезали просто? Подрезали Ага Жидкость залили Чайку попили Чайку Кто чайку, кто не только чайку Но тем не менее Остановка пошла на пользу Джип только тронулся И у него тут Все потекло полностью Хана Только, по-моему Не прокатило Шланг полностью вырвало А что ж не так? Да он его как раздуло Что делать? Я понял Ну давай хомут Да, теперь все серьезно В общем, срывает шланг На дополнительный радиатор Есть вариант Просто его снять И ехать без него Все, жидкость все-таки залили Надеюсь, на этом ремонт закончится В итоге отсоединили Дополнительный радиатор Соответственно, появился Дополнительный шланг И все удалось подключить На ремонт джипа В общей сложности Потратили минут 30-40 Солнце окончательно Скрылось за горизонтом Но надежда увидеть Красивые пики гор Хотя бы в отголосках заката Все еще теплилась Всего на Кавказе 8 гор Высота которых превышает 5000 метров Наиболее известны две из них Это Эльбрус и Казбек Остальные 6 гор расположены здесь Их высота находится в пределах От 5025 до 5205 метров Но Эльбрус с высотой 5 642 метра Вы часто видите в моих фильмах Но высшая точка перевала Где-то вот там Сейчас вы видите машинки Вон они поднимаются Вон еще одна машинка поднимается А вот здесь правее Вот в этой точке Вот где-то здесь Находится высшая точка перевала 3124 метра Это перевал Чигиджара А вершина одноименной горы Имеет отметку 3414 метров Вот откуда открываются Поистине захватывающие виды Просто шедевры Уже на высоте более 3 километров находимся Еще чуть-чуть И будем на верхней точке И здесь наверху На очередной обзорной площадке Устроили пикник На фоне вот этих развалин Вон они виднеются То ли фундамент То ли стены Какого-то здания А здесь строится Не падающая конструкция Лех Ну вот с третьим сомневаюсь Есть подозрение Что он не будет стоять Ни при каком раскладе Не, не будет Не отцентруешь Ну давай, пробуй Бутерброд с колбасой Разогревается на люляшке Не закрывается Весело За ваш замечательный коллектив За вашу дружбу За ваше вот это вот единение Это здорово Когда люди объединяются Вот горы они объединяют По интересам Да, за вас За коллектив Если не погоните Не прогоните Я с вами, да? Может быть, да Я вот сейчас дострою дом Люблю себе какой-то внедорожник Если пустите Буду с вами ездить Я так говорю Спасибо Да Пикник закончился уже поздно, солнце давно завалилось за горизонт, и оставшуюся часть пути мы будем идти в темноте. И было бы очень обидно не увидеть всего этого великолепия, которое теперь скрыто от нас темнотой, если бы ровно год назад я не был на этом перевале штурманом и не снял бы об этом красивый фильм. Вот только выложить его сразу не удалось, но зато теперь я наверстываю упущенное, так что наслаждайтесь. Глядя с высоты, непонятно, что это такое внизу, но если приблизить, то видно здание Кошары, что-то похожее на огород, и загон у Междуречия. Какие-то разрушенные строения из местного камня, которого здесь вы забили на склонах. Великолепные виды, сложно подобрать эпитеты, но очень-очень рад, что сегодняшняя поездка состоялась. Можно представить, что это остатки строений какого-нибудь древнего народа. А вот и камень, который вы забили, лежит на склонах. Строю не хочу. Едем по крутому склону. Слева подъем, справа обрыв. Много таких дорог в горах. Проехали максимальную точку перевала, и теперь наблюдаем виды с другой стороны. Вот такие горы. Тоже красиво, тоже офигенно. Нашли рыжие камушки. Течет красиво водичка. Дорога лежит впереди, а внизу, далеко-далеко в долине, расположено какое-то селение. Очевидно, те, кто когда-то давно прошел этот перевал, там и задержались. Теперь дорога все время идет вниз, вниз, вниз. Очень резкое падение высоты. Спустились уже на 2500. Ничего себе виды. Такой перепадик высот. А внизу, похоже, находится пограничная застава. Вот реальный уклон нашего спуска. Вот сейчас держу по уровню. А теперь выставляю по дороге. Жаль, что камера не передает все мощи уклонов, величие гор и красоту природы. Эта дорога с перевала казалась как на ладони. Вот-вот и подъедем. А мы уже, наверное, чуть ли не час едем в этом направлении. И никак не можем ее достигнуть. Скалы видим, дорогу видим. Но спуск очень длинный, очень крутой. Просто бесконечный. Спустились на уровень растительности. Некоторое время уже, конечно, едем. Среди берез. Гораздо красивее, чем на 3000. Все-таки деревья украшают нашу жизнь. А горы более величественно делают. По дороге выяснились подробности. Это по горнозаставу перед Безенгийской стеной. Мы сейчас спустимся и поедем направо. А те, кто хотят попасть в Безенгийской стене, в альплагерь, поедут налево. И как раз упрутся в те горы, которые мы долгое время наблюдали на отметке 3000. Вот эта дорога, которую собирался по серпантину ехать, на самом деле ведет в Думалу. Очень сложное место тоже. У нас еще, сколько, пару часов светового времени. А здесь уже довольно давно оказался месяц. Судя по всему, растущий. Крутейший спуск. А камней сколько здесь, а? А если пойти здесь на подъем, ну это было бы жесть. В общем, попали мы в лошадиную пробку. Впереди идет часть стада лошадей. С той скоростью, каким удобно, а не так, как нам хочется ехать. А сзади поджимает оставшийся сейчас стадо. За четвертой машинкой двигаются остальные. Табун. Ну хорошо, табун. Табун лошадей, да. Я был не прав, я исправляюсь. Мог бы действительно сказать, стая, свора, тара. Куча синонимов. Гля, какие они злые, а. Сколько они перед нами бежали. Да, 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 ругаются. Ну а что сделаете? Как мы с вами разменемся? Вы вниз, мы за вами. Спускаемся как раз мимо стрельбища погранцов. Встали в удивительное место на пикник в такую рощу. Спустились мы где-то с тех гор. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сейчас ее отлично видно. Даже сейчас, когда заходит солнце, все равно очень красиво. Добавил субтитры DimaTorzok По пути нашли череп скелета на скале. Реально похож на скелет. Обратите внимание, два глаза, два кустика. Вот что-то типа нижней челюсти. Но так вот не очень видно. А вот на таком удалении прям реально похож на скелета. Прощайте скалистые горы. Уедем мы скоро домой. Ну а если вам понравился фильм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик для получения уведомлений о выходе новых фильмов. Пишите ваши вопросы и комментарии. Буду рад с вами пообщаться. Также рекомендую посмотреть другие интересные фильмы о наших путешествиях и покатушках. До встречи на канале. С вами был Андрей Каспер.